А вы знаете секрет женщин, в котором они никогда не признаются? И поверьте, это не супружеская измена. Хоть и 40% женщин ей страдают, и что вы это думаете? Это недержание. С вами Галина Кармацкая, мир вашему дому. И сегодня мы поговорим с вами о недержании мочи у женщин. 40% женщин страдает от недержания мочи, а обращается в России только 10%. В Америке и Европе обращается 30% женщин. Все равно остается огромное количество, кому не помогают, потому что даже не знают, что есть выход из этой ситуации. И покупают огромное количество прокладок. И очень неудобные вот эти вот подушечки, прям матрасики, носят с собой каждый день по нескольку раз меняя. А мы знаем, как от этого избавиться. И каждая вторая женщина после 45 лет начинает страдать недержанием мочи. И все это усугубляется с возрастом. Я вам расскажу с точки зрения психосоматики о недержании мочи. Это всегда нарушение границ. Давайте рассмотрим, какие они могут быть. Могут приезжать гости. Могут приезжать и жить на нашем диване. Спать на вашей кровати. Пользоваться вашей кухней. Брать ваши чашки, тарелки. Еще неприятно, когда вроде близкие люди, там сестра или мама, могут воспользоваться вашей помадой или вашей косметикой. И если это у вас вызывает ощущение, что нарушили границы, то вы на это тоже можете среагировать. А если на работе кто-то в холодильнике взял ваш йогурт? Или наливает кофе в вашу любимую чашку? Или пытается у вас отжать должность? Или берет ваш стул? Кто-то пользуется вашими вещами. А если дома муж залез в ваш планшет, в телефон начинает читать вашу переписку, и вы тоже считаете, что это внедрение в ваше личное пространство, вы тоже можете среагировать ненадержанием мочи. Есть еще внутренние принципы. Это тоже очень важно. И если кто-то постоянно нарушает ваши внутренние представления о работе, о ведении хозяйства, об отношениях, это тоже очень неприятно. Чем мы можем себе помочь для того, чтобы не реагировать на всех этих нападающих на наш организм и приходящих к нам без приглашения или нарушающих наши границы, как внутренние, так и внешние? Мы можем перед тем, как контактировать с этим человеком, проговорить, что я опускаю свой дом или я позволяю пользоваться своими вещами. Другой вариант – очень жестко эти границы выстроить. То есть жестко сказать «не приезжайте ко мне без предупреждений» или «не приезжайте вовсе». Не стоит со мной бороться за мою должность, я буду биться до конца. Порой бывают даже такие смешные с соседями ссоры, когда яблоня покосилась на ваш участок, что-то забор забирает вашу территорию, и это тоже неприятно. И вы идете, разговариваете, эту проблему решаете. Порой можно через беседу, а иногда и можно обратиться в суд. Но самое главное, что вы должны свои границы отстоять, либо позволить их нарушать, но с вашего разрешения. Кто еще может нарушить наши границы? Например, врачи вас обследовали, вас везде потрогали, и это было неприятно. Если вы пошли на массаж и целый час терпели, но вам не нравилось, как вас массируют, не нравится запах или потеет ваш мастер, об этом нужно сразу говорить, сразу вставать и уходить, либо как-то эту ситуацию решать. А кто-то скажет, что у меня начинается недержание мочи или учащенное мочеиспускание, например, на ветер, на холод, и что это тогда уже будет тоже психосоматика. Конечно, наши границы, получается, нарушают холод, нарушают ветер. И выходя на улицу, зная, что там такая погода, мы можем среагировать. Наша задача тоже проговорить, что я готова выйти на ветер и на холод, и он не будет в меня внедряться. Я позволяю этому происходить. И чем мы можем помочь себе на физическом плане? Начнем мы с вами с висцерального самомассажа. Находим зону лобка и начинаем туда отправлять. Пальчики, можно будет лопаткой, можно телефоном. Но какая у нас задача? Промассировать, протянуть, растянуть спайки, улучшить кровоток, улучшить лимфоток. Если вам кажется, что вы делаете неправильно, не волнуйтесь, все хорошо, это точно лучше, чем ничего. Конечно, в идеале нам нужно освободить игновидную и слепую кишку. Берем, находим тазобедренную косточку и лопаткой начинаем углубляться, углубляться и в сторону серединки к позвоночнику. Вы почувствуете неприятные ощущения, это то, что нам нужно. Ваша задача додерживать, пока вам больно, и продышивать эту боль. Теперь мы можем с вами на физическом плане рассмотреть постановку банок со стороны ягодицы. Ставим баночки на мышцы, которые находятся в верхней четверти, куда мы ставим обычно уколы. В эту зону ставим баночку и оставляем на 10-15 минут. Главное делать это регулярно, практически каждый день. Возможно, что у вас сначала будут синяки, потом они будут проходить, но зона все равно будет стимулироваться. Там будут расслабляться мышцы, которые точно так связаны и с малым тазом, мышцами малого таза внутри. Если у вас нет сейчас под рукой банок, вы можете взять любой мячик. Чем хорош теннис, но он достаточно жесткий. И вы можете также эту зону проминать. Рукой у вас будет получаться достаточно слабо, поэтому я рекомендую прислониться к спине и покатать попой мячик по стене. Так будет воздействие сильнее, более эффективное, хороший такой массаж. Следующий этап проработки малого таза и нашей работы с недержанием мочи – это будет внутривагинальный массаж. Но внутривагинальный массаж мы с вами не можем начать просто так. Мы обязательно должны сначала расслабить грудо-брюшную диафрагму. Почему нам это очень важно сделать? Вот представьте себе, что сверху у нас грудо-брюшная диафрагма, а внизу у нас мочи половая. И если верх мячика шарика у нас с вами в спазме, то нижняя диафрагма будет натягиваться, растягиваться, чувствовать себя, честное слово, не очень хорошо. Поэтому любое воздействие на малый таз мы обязательно начинаем с диафрагмы. Для этого мы с вами берем лопатку, берем руки, берем бутылочку, все, что у вас под руку попадает. Ставим, где ребра сходятся, домиком, угол 45 градусов. Хорошенько заходим и спокойно дышим, пока боль не отпустит. Только после этого мы будем с вами приступать к массажу внутривагинальному. Теперь мы с вами можем перейти к внутривагинальному массажу. Как его делать фламинго, массажера фламинго? Ссылка будет в описании и в подсказке. Пока вы не приобрели массажер, а эта штука супер необходимая, и мы сейчас еще к ней вернемся, я вам расскажу, как все-таки можно начать уже себе помогать вашими руками. Вы можете надеть перчатки, воспользоваться также любым лубрикантом или даже маслом, и начать массировать ваши мышцы, все, что вам будет попадать под руку. Мы заходим в бок и начинаем массаж. В видео, как это делать массажером, представьте себе, что все то же самое мы будем делать только руками. Мы заходим с вами, заводим массажер и работаем с мышцами, которые нам попадаются. Они по бокам. Это в принципе хорошо для самочувствия, для расслабления триггерных точек. Но у нас сегодня тема именно недержания мочи. И здесь для недержания мочи недостаточно проработать только боковые мышцы. Они опосредованно расслабляясь, также помогают в этой верхней зоне. Но для работы непосредственно по недержанию мы должны делать акцент не столько по бокам, сколько немножечко вверх. Нам нужно с вами достать до грушевидной и особенно копчиковой мышцы. Они находятся вот здесь. Массажером у нас это получается сделать очень легко. Давайте я вам покажу еще на модели. Это вот эти желтенькие лапки. Нам нужно достать их. То есть те, кто уже делали массаж и работали по бокам, обратите внимание, что это больше к позвоночнику направление. Из какого положения удобнее делать массаж руками себе самостоятельно. Допустим, вы одну ножку поставили на кровать, на унитаз, на ванну, на диван, на стул. У вас открывается тазобедренный сустав. И тогда вы сможете завести два пальца и начать хорошенько. Вот смотрите. Вот так вот все эти зоны проглаживать лодочкой. Для недержания мочи, соответственно, вам нужно будет зайти немножко выше и к серединке. И также лодочкой к себе. Только направление к себе выгребать. Еще очень удобно взять положение сумоист. Это когда мы сидим на корточках. У меня не получается сидеть ровно. Я все равно заваливаюсь больше на одну сторону. Получается, другая нога более свободно стоит рядом. Ну и спинкой можно, например, о диван облокотиться. И тогда у вас будут раскрыты целых два тазобедренных сустава. И вся диафрагма расслабленно повиснет. Это очень удобно для того, чтобы достать и промассировать труднодоступные мышцы. Что мы еще можем сделать для себя полезного? Я очень люблю прогревание. Прогревание моксами. Старо-китайская, древняя традиция. Там инфракрасный свет. Он очень-очень глубоко прогревает все мышцы, кости. Мы решили воспользоваться более современным оборудованием. Это инфракрасная лампа. Мы можем с вами прогревать всю зону, как я это называю, шортиков. Вот представьте себе, что на вас надеты шорты. И всю эту зону нужно прогреть. Это получится. Пупок и выше пупка, и ниже пупка. Очень здорово прогревать прям промежность. Раскрываете ножки, прогреваете промежность. Все расслабляется. Хорошо прогревать бедра. Внутри бедер ягодицы. Ну, как вы знаете, в ягодицах у нас огромное количество мышц, которые связаны с мышцами и внутри таза. Поэтому это все дополнительная помощь. Чем еще хорошо лампа? Если вы прогреваете живот, у вас будет отличное пищеварение. Если вы прогреваете промежность ягодицы, будет всегда теплая маточка. То есть будут отсутствовать спазмы. Это безболезненные месячные, это хорошая возможность забеременеть. Потому что дети на холодную матку не очень любят садиться. Во многом недержание мочи связано со слабостью мышц. А мышцы, как вы знаете, по психосоматике реагируют на самообесценивание. Если вы недовольны своей зоной, недовольны своим женским телом, своими органами. Ну, естественно, вы недовольны тем, что подтекает моча и приходится пользоваться прокладками. Не добежать до автобуса, не чихнуть, не посмеяться. Конечно, вы чувствуете дискомфорт и этим недовольны. Мы должны принудительно начинать в такие моменты себя хвалить. Я молодец. Никто так не бегает за автобусом с полной прокладкой. Никто так задорно не смеется и устраивает фонтан в штанах. Сначала это будет выглядеть странно, потом юморно, а потом вы привыкнете себя любить и себя хвалить. Когда вы будете уже делать все эти массажи, будет становиться значительно легче. Поэтому хвалить, хвалить и хвалить. Всегда в помощь нам может прийти ванна с солью. Как ее правильно принимать и как ее приготовить. У нас есть два ролика. Вы их тоже можете найти на канале. Это мы с вами обсудили мышцы с точки зрения психосоматики. На физическом плане, как мы можем помочь нашим мышцам. Мы обязаны давать им строительный материал. Это белок, это коллаген и это незаменимые аминокислоты. Незаменимая аминокислота лизин. Если мы что-то чиним, то нам нужно будет 5000 единиц ежедневно принимать. Можно будет добавлять пралин точно в такой же дозировке. Но если нет серьезных восстановительных каких-то процессов, вы можете и L-пралин брать из продуктов. Он содержится в продуктах питания, таких как яйца, мясо. Можете посмотреть в интернете какие-то продукты, которые особенно им богаты. Потребление коллагена я вам предлагаю через бульон. Я считаю, что это единственная биодоступная форма. У нас есть и статья на сайте о том, как можно этот бульон сварить. Сварить, потом заморозить и достаточно долго, в течение полугода этим пользоваться. Если по каким-то причинам у вас нет возможности бульон сварить, мои ученицы советуют есть костный бульон в сухом виде. Я еще не пробовала, специально приобрела. Буду рассказывать, насколько он биодоступный. Получается ли из него получить все то же самое, что мы получаем из настоящего бульона. Это мой сайт кармадский.ком. Это сайт Галины, gkarmas.ru. На наших сайтах вы можете записаться на обучение, на живые семинары, ознакомиться с онлайн-курсами. А еще на наших сайтах много полезных статей по здоровью. Заходите, смотрите, вникайте. А еще у нас есть телеграм-канал, где мы с Галиной отвечаем на ваши вопросы. Если что-то непонятно, заходите, подписывайтесь и спрашивайте. Все новости, все акции, все скидки, все там, в телеграм-канале. А еще у нас есть интернет-магазин с полезными товарами для здоровья и полезными сувенирами. Лопатки для самомассажа живота, браслеты, кто молодец, анатомические футболки и много всего другого. Заходите и изучайте. Мои дорогие женщины, я хочу сказать, что недержание мочи – это проблема, которая была в прошлом. Все, вам нужно уже о ней забыть. Начинайте потихонечку делать все необходимые массажи, хвалить себя. И поверьте, улучшение не заставит себя ждать. Вы прям с каждым днем будете чувствовать себя все лучше и лучше. Я вас крепко обнимаю. Ваша Галина. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!